11 июля вторник, благоприятный день для посадок. Дизайн человека дает такой посыл. Находите равновесие в новых ситуациях. Действуя под давлением, вы либо проявляете внутреннюю стойкость, либо становитесь жертвой стресса. Преобразование в чистом виде, баланс между материальным и духовным. Солнце и Юпитер вместе задают тему роста. Возможно, великие дела. Ваша внутренняя уверенность и постоянство помогает развиваться сразу в нескольких областях жизни. Чтобы получить долговременные результаты, требуется постоянство. Если хотите приспособить свой стиль жизни к переменам, нужны настойчивость и внимание в каждый момент времени. Постоянно воодушевлять других людей, чтобы поддерживать гармонию. Вы понимаете суть творческого стиля, который приносит пользу. В целом, делаем то, что нам хочется сделать. Когда идем в развитие, когда оказываем заботу близким. А самый близкий человек – это ты сам. Поэтому заботимся сначала о себе, а потом о всех соответствующих близких людях. Потому что если мы не сможем позаботиться о себе, мы не сможем получить необходимую поддержку от других людей. Стремимся к росту и саморазвитию. Завержаем текущие накопившиеся дела. Если нам этого опять же хочется, то действуем весь день по отклику. И это вторник, день Марса. День, который нужно провести активно. Что можно сделать в такой день? Например, порубить дрова. Например, поиграть в тарс. Любые спортивные мероприятия, игры. Очень благоприятная. Любая физическая работа. Марс – это защитник дхармы. Поэтому в этот день важно кого-то защищать. Особенно защищать слабых. Защищать детей, защищать слабых женщин. Независимо от того, мужчина вы или женщина. Проявлять справедливость. Но не надо мнить себя Богом. Доводите начатое до конца. Проявляйте смелость и действуйте. Вспомните, до чего у вас не доходили руки. И доделайте это. Если есть какой-то страх, скажите. Проработайте свою нерешительность. Коррекция энергии Марса. Достигается через наблюдение за энергией в своем теле. И мы стремимся к самым позитивным энергиям Марса. Это сила воли, логика, практичность и энтузиазм. Командный дух, здравомыслие, бесстрашие, логическое мышление и острый ум. Защита всех живых существ. Следование цели и контроль сексуальной энергии. Гармонизируем Марс правильной постановкой целей. Марс отвечает за постановку целей и планирование. И поэтому очень важно правильно ставить цели и планировать свое время. Вот несколько советов, которые могут в этом помочь. Ваша цель обретает форму, когда вы ее записываете. Именно для этого создается коллаж желаний. Письменное оформление, цветная иллюстрация на один шаг приближают вас к реализации вашей цели. И материальное, оно всегда должно быть обличено в какую-то форму. Формируйте цели максимально точно. Избегайте расплывчатых фраз, которые можно трактовать до века. Особенно легко это может получаться у людей, у которых Меркурий сильный в карте, например, в Деве. Или Меркурий является йогой богатства в карте восходящего льва. Глядя на ваш список или коллаж желаний, ни у кого, в том числе и у вас, не должно возникать дополнительных вопросов и размышлений. Что, собственно, имелось в виду? Мечтайте о глобальном. Пусть среди ваших целей будут и мелкие, например, покупка модных сапожек. Но ограничиваться лишь ими не стоит. Кургосветное путешествие, домик в Альпах, собственный бизнес, звание доктора наук. Не стоит загонять себя в жесткие рамки ограничений. Реальные цели – залог их исполнения. И здесь нет противоречий. Пусть ваши цели будут глобальными, но реальными. Визуализируйте свои цели. Чем лучше вы подберете фотографию для коллажа, тем более детальную и красочную картинку будете себе представлять. Тем быстрее она уплотится в жизнь. Ограничивайте свои цели временными рамками, ставьте дедлайны, избегайте употребления словосочетаний когда-нибудь, в общем, через несколько десятилетий, в неопределенном времени и так далее. Правильно говорить так. Я куплю себе эти туфли через неделю. Уже в следующем месяце моя мама будет здорова. Должность главного менеджера я займу через год. В отпуск 2024 году мы проведем в Грузии и так далее. Прописывать цели нужно на 10 лет, на год, на месяц, неделю или день. Однако не забывайте, что главной целью должна быть божественная любовь или раскрытие вашего сердца, анахата чакры. То есть открытие Бога внутри самого себя. Цели должны быть поставлены не только, что хочется конкретно нам, но на разных уровнях. И учитывать это важно. Физический, интеллектуальный, социальный, духовный. Не ограничиваться только паломническими местами. Интеллектуальным трудом в плане учебы. Я думаю, что многие люди перенасытились немного информацией за последние три года. Поэтому важно развивать и ставить цели уже в других областях. Физический труд. Это что может быть? Это любой спорт. Поставить себе планчик в каком-то спорте, добиться какого-то конкретного результата к концу сезона. Поскольку лето, благоприятная погода. Я думаю, что многие занимаются спортом. Поэтому можно поставить себе такую цель. Социальный. Это может быть связано с количеством друзей или проведением каких-то мероприятий, где задействованы люди. Особенно круто, если у вас день рождения. Вы зовете друзей и приходит много близких на ваш праздник. Духовный. Это паломнические места в духовной практике. И, наконец, ставя цели, помните, что человек располагает, а Бог. Человек предполагает, а Бог располагает. Все, что не делается, к лучшему. Желательно прописать на всю любовь Бога. При этом у нас 24-е лунные сутки. Это день, когда в человеке пробуждаются природные силы, которые надо направить на созидательные дела. Символ этого дня – медведь. Это день благоприятный для проявления защиты. Опять же, да, второй день Марса. Сила медведя. То есть, это сила, способная защитить кого-то. Может быть, как какой-нибудь великан защищает свою семью, например. Благоприятный день для того, чтобы лечить болезни с помощью самых разнообразных методик, в том числе нетрадиционных. Сейчас очень много направлений в медицине есть. И в психологии в том числе. Которые связаны с тем, чтобы помочь здоровью человека. Некоторые даже рассматривают болезнь как как раз составляющие четырех факторов, а не только физический. Сегодня очень хороший день для бани, сауны. Уязвима печень, кожа и тонкая кишка. Причем из-за кишечника у нас может страдать совершенно другая область тела. Мы можем об этом не подозревать. Здесь нам кинезиология делает очень хорошую подсказку. Причины недомогания могут быть как следствие нереализованной сексуальной энергии, которую можно сублинировать, как всегда, в спорте, творчество. То есть еще одно указание на спорт. Самое простое упражнение – березка или стойка на голове. В этот день очень благоприятно делать, потому что тогда энергия потечет в нужные центры. И в нижние центры в том числе. В йоге стойка на плечах называется. Как раз это и есть березка. И я делаю практически в каждой практике. Первую половину дня. Луна находится в Ашвине в 16.34 в Пхаране. В целом луна в Овне. Ашвине была на момент затмения, поэтому она считается не самой располагающей к благоприятным событиям. Но, тем не менее, мы можем от этого абстрагироваться, если принимать то, что она все любовь к Богу, и просто делать что-то, как обычно, по утлику, что чувствуется, и чтобы в этом была какая-то польза. Абхаране, она дает умение ставить цели и возможность, где что-то не получилось, все-таки идти и добывать свой результат. Плюс это еще и много творчества может даваться за день. И, как обычно, я желаю вам находиться в радости, легкости, великолепии. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и притягивать свою жизнь в благоразумие, благополучие, благосостояние. Увидимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»